итак у нас тут до хуя хуи хуи тени куча камер видеокамер тут полно куда они передают все что замечают настоящий момент информация с камер наблюдения поступает непосредственно на гриф гриф это воздушный узел управления роботами я вкусе что сделает гриф если я попаду в камеру если вас обнаружил то гриф объявит тревогу первого уровня и к точке вашего обнаружения сбегутся ближайшие противники в случае если камера заметит как вы атакуете робота будет объявлена тревога второго уровня и гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы ну а как я пойму какой именно уровень тревоги объявлен индикация уровня тревоги выведена на примерно сетчатку вашего глаза а сколько можно давлять я понял просто побежал я понял нихуя через списка место было приятно работать с вами майор патри мы сожалею дома сейчас убьют ни хуя себе откуда они вообще берутся робот шмель доставляет их с ближайшей автофабрики кто это курицы помню уебали курицы или что по каким-то причинам коллектив перебросил в этот район несоразмерно большое количество роботов рекомендую передвигаться скрытно я опаздываю на в днх сеченов просил поторопиться лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели я не в первый раз вижу подобную систему безопасности хранс ее можно обойти пока же хуяна игра это просто пиздец вы знаете что розовые фламинги пьют кровь не хуя себе а ты не опуял не А теперь тут охуенный, конечно. Так, куда она заешла? Он туда пошел, ну ладно, ничего страшного. Шелка экс-системы, что? Зимодействовать замок может только камера ромашка, администратор может подключить камеры без... Макс, привет. Подсадил свою девушку Владу на твои прохождения Хогвартса. Можешь передать ей привет. Приятного стрима. Привет, привет, девушка Влада. Остап тебя подсадил. Но по Хогвартсу мы только к выходным вернемся, поэтому сорян, босс. Что летальный исход неизбежен. Да, ты ебкаю. Ага, это самое время сейчас. Как выйдет оттуда, еб. Газь, газь, не надо, да я пошутил. Я тебе в жопу, блять. Минх, можно к тебе завтра на 9 записаться? Я уже отпросилась. У Лути на свадьбе прическа была, как в рекламе, твой Полив. Вот такую сделаю, а? Чтоб утром одна была, а к вечеру другая, и цвет волос бы меняла. На обновлении коллектива говорят, все будут. И начальство, и... Так я же увернулся. Не хочу как шоу пробыклидеть. Ой, и лаг в Поливовские захвати, а? Чтобы и ноготочки тоже цвет по настроению меняли. Ой, Полимеры, конечно. Красота! А как залезть? Ядрить, смотри. Как залезть? Есть инфа? И он кидает. Так, наша задача залезть как-то наверх. Я не понимаю, как. Ты не охуел там, блядь? А. Надо было просто встать. Блядь. Почему я всегда ищу что-то более сложное? Я думал, руками, ручками. Это и есть устройство взломной системы безопасности? Взломать эту систему не так-то просто. Отсутствует доступ к системе безопасности. Необходим под доступ... Куда торопишься, внучок? Бабзина, ты что ли? Не забыл старуху-то? Молодец. Как тебе комплекс Вавилова? Понравился их милейший кустик? Этот милый кустик чуть меня на тот свет не отправил. Чудом выкарабкался. Вот что я скажу, внучок. Пушки тебе нужны побольше, тогда и гадость всякую будет истреблять сподручнее. Это точно. Только с пушками пока сложно. А ты загляни ко мне в избушку. А вот это еще для тебя какой чертежик. И валам взломать помогу. Были у меня коды к ним. Записано где там. К тебе в избушку? Угу. Что за баба-яга такая без избушки на курьих ножках? Ну ты даешь, мать. Уже иду. Где изба твоя стоит? Окей. Видишь полянку на холме? Что дальше по дороге от вышки твоей? Иди туда и жди меня там. Скоро буду. Замечательно. Тут как-то поспокойнее. И, кстати, на природе воевать прикольнее. Кстати, бункер уже заебали. Это что такое? Ни хуя. Здорово, блядь. Отпусти, сучоныш. Это бабуля прилетела или что? Это бабуля? Это ее, блядь, избушка? Давно вы так. Чуть не убил меня металлолом топанный. Ни хуя тебе. Да ну нахуй. Блядь, это просто охуенно. Блядь, я внучок. Спасибо, Вабзин. Подсобила. Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда. Заходи-ка в избу. Чайку попьем. О, господи. Чайку себе сам нальешь. Классный телик. Что показывают? Мультики. Господи. Присядь да посмотри. Ты еще что за... Тихо. Касательно информации о... Повнимательнее смотри. Внутреннем сбое на предприятии номер 3826. Товарищ Молотов, сбой уже устранен. Последствия ликвидированы. Нет никаких причин для беспокойства. Устранен или не устранен. Информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит? Всем нам. Международный скандал. Я прекрасно понимаю... Понимаете. Под угрозой наш проект атомное сердце. Мой проект. Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны. Проект, который вы все отказались тогда признавать. Сколько миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке. Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда не повторюсь. Товарищ Сеченов, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки. Но это никак не отменяет того факта, что у нас у всех на шее сужающаяся удавка санкций Запада. Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего. А время капиталистических эксплуататоров подходит к концу. Скоро рабочий класс на Западе сбросит с себя ермоугнетателей. Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. И полимеризация всего населения СССР, запуск нейросети коллектив, запуск операции «Атомное сердце». Да о какой ответственности вы говорите, товарищ Сеченов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест? Они ничего не узнают. Повторюсь, последствия сбоя уже ликвидированы. Товарищ Сеченов, возможно, некоторые члены Политбюро готовы поверить вам на слово, как заслуженному деятелю и члену Президиума Академии Наук, но боюсь, что для меня вашего слова Вы пиздобол. О чем вы говорите? Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию, которая оценит последствия вашего сбоя. Мы будем у вас на предприятии уже через несколько часов. Вам ясно, товарищ Сеченов? Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, бабзин. Откуда у тебя эта передача? Это не передача, милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе делом пора заняться. Окей. Гостиниц забери в углу. Кадами отвала на небось и сам знаешь, как пользоваться. Да, чертежик прихвати. Мой ремешкаф знает, что с ним делать. Пользуйся, не укусит. Не то, что твоя подруга. Мой ремешкаф знает, не укусит. Мой ремешкаф знает, милостына тебе разрешен. Номинатор. Недостаточно ресурсов. Кайф. Так, нам нужны боеприпасы. Однозначно и бесповоротно. Майор, оружие и... Расходники. Майор, на склад? Какой склад? Ни хуя себе. Это шо такое? Какие-то штуки есть. Вы получите ресурсы. Прикольно, тут нужно разбирать. Так, а что нам нужно для создания этой хуйни? Нам нужно 144 этой хуйни и 22 этой хуйни. У нас только 14 этой хуйни. Понятно. Так, хорошо. Так. Требуется рецепт для калашей, там и всего остального. Хорошо, 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 хорошо. Что мы можем... Ну, наверное, я думаю, надо как-то просто улучшить то, что есть. Да и все. По-моему, я вот это вот не улучшал сильно. Только ствол улучшил. Аня, ресурсов, ясно. Блядь, ни на что не хватает ресурсов. Окей, хорошо. раз не поболтать или еще? Да уж, непростая ты старушка. Разве? Ты путаешь чего-то, внучок. Дрога, да. А может, я... Так, ладно, нахуй. Аккуратно, деревня она. Ступай прямо по дороге, не заблудишься. Пиздеть не хочу. мне пора. Ступай, касатель. Кстати, внучок, ты там внизу пару колечек не находил? Золотые такие, в коробочке. С ликерой предприятия 3826. Кольца в коробочке? Нет, бабзин, такого не видел. Не до этого был. Ну, ступай, ступай. Водонахождет, ага. Спасибо большое. Правда помогла. Стой. Тебя ведь там, что Хаузен ждать будет? Да откуда ты все знаешь, да? Дверблюда, передай фрицу, если бы он не бегал за чужими бабами, может, все по-другому бы вышло? Слушай, ладно, я вообще не понимаю, а что? Я тоже. Поехали уже. Возьми, пешком до станции далеко. Окей. Красс, кто такая эта баба Зина? Затрудняюсь ответить, товарищ майор, если не знаком. Да? А мне показалось, что ты в курсе. Почему вы так решили? Да ты ни слова не проронил. Наверняка не хотел, чтобы она тебя услышала. Я решил не обнаруживать себя до тех пор, пока не сделаю точный выбор относительно того, на чьей она стороне. Логично. А что за проект «Атомное сердце», о котором говорил Дмитрий Сергеевич с товарищем Молотовым? Таких данных у меня тоже нет. Этот вопрос лучше задать академику Сеченову лично. Ладно, не важно. Если потребуется, сейчас сам скажет. Пошли искать дорогу на станцию. Опа. Нихуя себе, что мы тут делаем? Есть контакт с камерой. Храсс, ты получаешь телеметрию? Я уже в системе. Вот и ворота. Открываем. Отлично. Изюм. Это нам и надо было сделать. Имеющийся в перчатке сканер может быть задействован прямо сейчас, непосредственно во время сеанса доступа к видеокамере. Надо попробовать. Угу. Опа. Наконец в системе. Вся местность как на ладони. Ищем нужную камеру. Мы нашли уже. Ах ты ж вонючка. Ух ты ж не хуяльная. Вам предстоит жаркая схватка. Противников все больше. Окей. Пошел нахуй. Так. На какой тачке ехать? На этой? Идите нахуй. Он говорит взять тачку. На какую тачку то блять? Так. Хорошо. Окей. Пожел нахуй. Постойкий удар. Так. да хорошо мы пока собираем ресурсики и двигаемся дальше и вы так не охуевал конечно еще не могу забраться дальше опа снежок открыть чертеж отлично отлично нет 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 не надо это и и и и и и Пэк. 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 Так. Я тут должен был, наверное, на машине ебашить, да? Но я ебашу пешочком. Красиво-то как, блядь. Кайф. Время взламывать жопу. Кайф. Кайф. Что? Что? Сейчас, Вальга, я тебя уделаю. Хуя себе. Как он появился? Как он появился там? Что, мне в жопу не взломали? Ой, не то нажал. Ну то есть пал, а потом резко ожил. Вальга, Вальга, Вальга. Так, так. О, я зря сюда бегу наверное. Где тачку надо было брыть, я так и не понял. Брыть. Вальга. Вальга. Продолжение следует... 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 Билетов нет, касса закрыта Мне нужен билет на поезд Какой нафиг билет? Кругом изгревшие роботы Попадите, убивают Мужик, тебя уже убили Орать поздно, не в настроении я болтать Коллега, спасти, провал Извините, товарищ, у вас нет билета на поезд? Раминги, срочно ехать, авария Что? Всех подвел Люди погибнут Правильно, что ликвидировал Солнце Взял Да ё-моё, снова мимо дает И все роботы оденут Никогда не понимал, что эти песни поют Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Чего, блядь? А ты не охуел, часом, дружище? Хуя, он, блядь, жесткий Сидим Так, хорошо Невозможно Решительно невозможно Отсюда невозможно уехать Товарищ, у вас билет-то на поезд не найдется? Билет? Да, у меня есть билет Но он весь полезен Это почему? Потому что эта станция проклята Разве вы не видите? Я бы назвал это иначе Но не хочу тебя разочаровывать Так билеты не могут быть иных толкований Это проклятие Говорю вам совершенно тошно Сначала я проспал Потом забыл документы Потом перепутал время отправления Потом чуть не поздал И когда меня добрался Ночью не занимал Напругление поздно Все застыло у меня Берем глазами Это проклятие Однозначно Товарищ Разрешите я заберу Ваш проклятый билет И избавлю вас от дремучих суверий Забирайте Забирайте скорей И тогда проклятие рассеется Не факт Так Почему час пустить? Тут только боты Добрый день, товарищ Добро пожаловать На борт уникального Скорого поезда Вихрь Гордости Транспортной системы Предприятия 3826 Так Ну что Мне снова Мне нужно срочно Попасть на ВДНХ С удовольствием, товарищ В данный момент Загруженность Транспортной линии Составляет 0% Вы можете Отправляться Немедленно Вот билет Запускай двигатель Товарищ Ваш билет просрочен Ваш поезд Ухнул Четыре часа назад Пожалуйста Обменяйте Просроченный билет В кассе Нашего вокзала Ты чё, сука? Да ты серьезно? Четыре часа назад Тут все были уже мертвы А ты в это время Туда-сюда катался, что ли? Запускай двигатели Пока цел Проезд по просроченному Билету невозможен Это поступок Недостойный Гражданина СССР Пожалуйста Обменяйте Просроченный билет В кассе Нашего вокзала Да чтоб ты сдох Скотин пузатый Ааа Блять А и куда мне Ясно нахуй Вот заебет-то Пиздец вообще И чё, вы гоните? Я там был же Блять Ладно Почему сюда? Отличные показатели Я не ошибал Блять, если бы я сразу это сделал Просто не Не даю Зал Очень надо Вы живой? Скорее бегите Покинем Ну понятно 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 У меня проездной на месяц Месяц уже истек Сколько я здесь лежу? Нет, месяца еще не прошло Товарищ Разрешите, я заберу ваш проездной Вам он уже не нужен А из меня этот долбанный Рафик в поезде Все уже нервы выботал Вы видели Рафика? Ни в коем случае не подходите к нему Рафики убивают, если с ними заговорить Помните, Рафики убивают, если с ними заговорить У вас проездной остался или нет? До вас забирайте Он в кармане лежит Не могу дотянуться Я сам дотянусь, спасибо, товарищ Не подходите к Рафикам Это опасно Отлично Не подходите к Рафикам, это опасно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пчиковском 101 Пиздец, парк развлечений Пиздец Охуеть они конечно к деталям отнеслись Все это было у меня на площадке Пиздец Так, Рафик Добрый день, товарищ Добро пожаловать на борт Иди пизду Так Этот билет подойдет Теперь ты поедешь, кровопийца Товарищ, почему вы сразу мне сообщили О наличии у вас проездного документа Это ускорило бы отправление поезда Может быть потому, что в тот момент у меня его не было То есть это не ваш билет Проезд по чужому проездному документу Это поступок недостойный гражданина СССР Что ты сказал? Не волнуйтесь, дорогой товарищ Проанализировав окружающую обстановку Я пришел к выводу, что вы сотрудник силовых структур Занимающийся исправлением случившегося ЧП Очевидно, что при сложившихся обстоятельствах У вас есть права беспопятственного перемещения Ты издеваешься надо мной, что ли? Хорошо, можно занять любое понравившееся место, дорогой товарищ Поезд отправляется через 10 секунд Воистину Свершилось что-то науку Ссылка Следующая станция солнечная Крас, я все никак не пойму Почему вообще возникли сомнения в том, как умер профессор Захар Мы уже говорили на эту тему В той печальной истории слишком много темных мятин Постой, я хочу разобраться У меня кроме Сеченова другой родни нет Для меня это важно Понимаю вас, товарищ полет В чем именно вы хотели бы разобраться? Не могу представить, что Ксеченов убил своего лучшего друга Бред какой-то Зачем ему это? Не зачем, разумеется Если, конечно, Захаров не пошел против него, как другие соратники Например, доктор Филатова Филатова пошла за Петровым Она влюбленная женщина Чувства заткнули ей разум Так, блядь Это что еще за хуйня? Тепаные пироги! Что за... Держитесь! Да неужели, блядь? Станция солнечная Следующая сторона Ох, блядь Шток Что? Что, русская земля к себе тянь? Вставай давай, в укрытие Докладывай, что Сеченов, говори Спокойно Откуда он взялся, блядь? Товарищ Молотов сейчас едет прямо сюда на ВДНХ Да пригнись ты! Товарищ Сеченов хочет, чтобы вы прямо сейчас направились туда же и включили учебную тревогу, ясно? Придыщи на хрена? Ладно, допустим, что-то еще? Ага, да Товарищ Сеченов просит передать вам это устройство Хм, полезно, спасибо Агент Петрей Вы же, солдат Вы должны прикрывать меня Ты че удумал, эй? Вот и прикрывайте А? Стой, ты куда? От слез не оккупати На, подержи Это новые какие-то роботы? Прямо как в Москве И даже лучше Более футуристично и более масштабно Моя идея На карту Лингвистическая ошибка Это моя любимая идея архитекта И радиослушатель Напоминаем Лучше Так, мы здесь Это камера Хуя тут геймплейчик изменился Блядь Так, а куда нам надо? Ахуи Опять это блудница Выберите желаемое действие Так Отлично Калашик Отправлено на склад Доступ разрешен Еще охуел Я, блядь, пушку собирал Хуеть, блядь Авторизация Моя Так Так, вместо чего возьмем Так Блядь Так Придется это отложить Так Вместо этого берем патроны На калаш Так Окей Так Так О Плюс место Плюс место Блядь А почему Окей Так Улучшение Калаш Блядь Понял О, фуя У меня калашик Что-то передать А, кстати, надо еще Майор, оружие Что, соединить патроны и дробаша? Так они не соединяются Как соединить, блядь Вот и умный, блядь Вот и умный Вот умный не могу, блядь Ох, ты 368 полимеров Ебать, пиздец Так, электричество Что у нас может это? Ампликация мощности Удар шокера Вносит больше урона И позволяет оттопнуть фрага На определенное расстояние Отлично А эта штука? Усиленный модулятор Электромагнитный блок Получает улучшение Позволяющее увеличить Дальность действия Разряда Ага Наверное, все-таки Вот это выберу Так, а это что у нас? Сбой резисторов Нелитризированный цель Получает больше урона Окей Персонаж Так, это что у нас? Каждый уважающийся амайор Должен уметь пробежать марафон Скорость бега увеличена Ага Потонная ловушка Повышение эффективности защиты Костюма от лазерных атак Отлично Второе дыхание Отличный уровень подготовки Дает вам силы для выполнения Дополнительного рывка Это мы сделаем Так, это что? Объемный кассетник Я не знаю, что такое кассетник Я пока не использую Мы обычно группироваться при падении с высоты Избегая урона Для этого нужно попытаться прыгнуть прямо перед приземлением Приколы Скользкий тип Во время применения способности рывок Вы застрахованы от любого урона Тоже качнем, пожалуй Так, дальше Энергия персонажа Это что у нас? Получение энергии от потерянного здоровья Удельная энергия Получает дополнительное Понял? Так, полимерный щит Может это поставить, блядь Вместо вот этой хуйни, которая Хотя, не знаю Массовый телегинез Стужа Вот давайте стужу Ебанем А у нас что? Она и стоит же Присутствие Присутствие Она начинает держать Кроме Если стадо То есть Получается Получается При выходе Распаление Окрема Огня Интересно Бля Не знаю Я хочу щит Почему-то Поставлю его И въебу Вот это Оган Офу Покупаем Товарью О Заебись Прикольно Блядь Стужит Рочень Сейчас Ебану Так Очень Снежно Обратение Количество Получных Распортербистов Трофеев Увеличивается На самом деле Похуй Так И шок Еще Есть А Шок Я Речь Ну Да Что Ясно Понял Окей Праги повысили свою бдительность на максимум майор Ну Ну и тут Владимир Ильич Прямо как на ВДНХ в Москве Только этот памятник возвели не простые рабочие А роботы по эскизам сколько Подробная практика за последний год стала весьма популярной Заперто Заперто Как всегда Храсс Открывай К сожалению У меня нет функции отпирания двери Понятно Можешь не продолжать Будем искать способ О Воланчик Отлично А это что такое Нихуя Это Будьте осторожны Враги усиливают свою бдительность О Я бегу по воде Это кабина с терминолом дрифов Но в момент активации экстренного протокола Система безопасности Заботлива для рекордин Чтобы исключить несанкционированный доступ Красс Почему удар шока проходит через полимерные сгустки А через обычную воду не идёт Она что дистиллированная пухля Вы демонстрируете прекрасное познание физики Товарищ майор И вы могли бы быть прав Но Нет Вода обычная Шок Изолированное электричество Действующее лишь внутри облака дисперсионного полимера Понятно Работает только с менее плотными средами Например другими полимерами Или электрическими полями То же касается и других способностей перчатки Например стужи Как масло в воде значит Храни вас Тесла моё Так Так Что тут у нас? Действительно Вы собираетесь отключить гриф? Но гриф не отвечает за открытие дверей ВДНХ Мне нужна любая зацепка Начну с грифа Окей 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 Гриф 0.3 Гриф 0.6 Ядрить мадрить Блять Ебать тут всего Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос Ладно Ну поехали Пойди-ка Инженером-ремонтником Очень недолго Тогда стоит поторапливаться Что вы задумали? Взлечу на грифе Я смотрю местность сверху Может увижу что-нибудь Упределение вертикальных препятствий Нажмите пробелы и W Трубы Или схожего объекта Чтобы записать Начать перемещение понять Это еще что за канаты? Раньше их не было Канаты служат для стабилизации Грифа в непогоду Вот как Может спуститься по канату Доступ разрешен Так Уберем временно Нам нужны патроны для калаша Так Так Боеприпасы Патроны для калаша Нужны рецепты Вы че сука Охуели Так Охуели Магазин Ясно Блин Да, хорошо Ладно Но в целом Вроде я так-то нормально Еще раз сохраняюсь Ну что ж мы сейчас будем пиздиться с кем-то я так полагаю Твою мать Вот это сюрприз Опять она Берегитесь Робот ЕЖХ-7 очень опасен Да кто бы мог подумать Оно у него такое солнышко Нихуя себе Сам напросился А я понял 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 Нихуя себе А да ты что что Бля Где ты нахуй Ебать Понял Понял Я как-то такая себе Тактика Где у тебя кнопка Падла Так Возможно я правильно это делал Но Окей Жестко Отлично Все понял Как где такое Как где такое Нихуя себе Ну давай Да бля Как же долго ты перезаряжал Дружище Нихуя Вот Нихуя себе Нихуя себе Вот это Нихуя себе Нихуя Жизнь Где же ты нахуй Нихуя Нихуя Верни Нихуя Жестко М Progressive Святой Верни бля ты чё делаешь ты чё делаешь ты чё делаешь нахуй нет 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 кто ты такая чё это за хуйня иди нахуй хуя она жесткая да бля помогите во имя христа это был мирный робот серьезно все это вот этого штука мир для вам беднее товарищ майор у вас богатый опыт взаимодействия с боевыми опытами у меня черт только я не помню ни хрена они другие вроде это было непросто это было непросто так ладно подождите так что у нас все закончилось так хорошо нам нужно хилок вернем наше оружие все хилки сюда блядь так тусу по-прежнему дам доступ разрешен блядь так склада разбор сюда хочу так теперь куда нам но она жесткая жесткая как торжественно впечатляет сразу чувствуется что стоишь на пороге чего-то величайшего и знаменательного если б только не трупы вокруг торжества подготовлены по случаю всесоюзной полимеризации и запуска сети коллектива 2.0 понедельник сюда прибудет все высшее партийное руководство до понедельника я здесь все исправлю буду рад если ваш оптимизм оправдается оправдается увидишь больше я дмитрия сергеевича не подведу и тут заперта кто все это запирает у него дома наверное даже сортир на годовом замке планируем сделать открытие этих дверей символическим действом символическим в смысле система зеркал должна сфокусировать потоки солнечного света на модели нашей солнечной системы которую вы видите высоко над входом попробую организовать которую видите где а так отлично правое зеркало установлен так а левая так и что он не входить и череп с костями очень ободряют где в данном подъеме уровне размещена система магнитной амортизации все здешние помещения заполнены подвижными сборками электромагнитов значит на них можно воздействовать электромагнитным импульсом опа ни хуя себе это меня не убьет а сколько здесь механик товарищ майор что то есть меня может раздавить опускающейся магнитной стеной теоретически не должно но это не точно я тут впервые да неужели странно ну ладно товарищ майор вы уже проникли в комплекс в днх частично как это понимать буквально я в секторе магнитной амортизации ищу способ открыть вход в днх ты можешь открыть мне дверь у меня нет таких навыков это ваша компетенция тогда несусь и подругу вот это я не помню опять эти уроды усатые куда же без вас это я только начал так так Зачем тут вообще этот грёбаный лабиринт? Система магниты амортизации была разработана учёными Киевского политехнического университета. Это очень сложное комплексное устройство, изменяющее свою конфигурацию согласно текущей ситуации. То есть это страховка на случай природной катастрофы? В том числе. Но главное назначение амортизационной системы — это её обкатка. Здесь, в дружелюбных условиях нашей планеты, система будет усовершенствована для дальнейшего применения в космосе. Круто. Наука — это сила, тут не поспоришь. Нам бы ещё как-то найти путь через это грёбанное магнитное царство. Это же ничего не меняет, да? Да, замечательно. Надо правильно распределить вот эту хуйню. Так. Это нам даёт вот это. Так, надо посмотреть. Хуйня, да? Хуйня, да? Продолжение следует... Еще одна дверь без замка. Раз, где тут реле? На стенах я ничего похожего не замечал. Так, и хуля. Так, значит нам надо пройти иным путем. Ну-ка, он меня раздавит? Так, не прел. Так. Так. Какого черта товарищ Молотов ополчился на Академика Сеченова? Зачем нужна была эта комиссия за два дня до запуска коллектива? Ведь все уже готово. Именно потому, что все уже готово. В смысле? Ты хочешь сказать, что Молотов со своей комиссией спешит отобрать у Академика Сеченова плоды его трудов за два дня до запуска? Совершенно верно. Этот сбой, устроенный Петровым, прекрасный повод обвинить Академика Сеченова в неспособности управлять предприятием 3826, а следовательно и всем процессом полимеризации СССР. При чем здесь Дмитрий Сергеевич? Это же дело рук Петрова. Это по его указке роботы превратили предприятие в свалку обезображенных трупов. Пойдусь, что товарищу Молотову нет дела до количества жертв. Впрочем, как и товарищу Сеченову. Чего? Ты что несешь, перчатка? Дмитрий Сергеевич делает все, чтобы прекратить этот ужас. Правильнее будет сказать, что это вы, товарищ майор, делаете все, чтобы прекратить весь этот ужас. Да, но меня послал Академик Сечен. Не спорю. Но с какой целью конкретно? Взгляните на ситуацию трезво, товарищ майор. И товарищу Сеченову, и товарищу Молотову выгодно, чтобы информация об этом кровавом сборе не вышла за пределы предприятия 3826 и не стала известна всему миру. Потому что всему миру не докажет, что во всем виновата горска ублюдочных предателей. Мир решит, что советские роботы опасны, а это не так. И здесь я тоже с вами соглашусь, товарищ майор. Однако, что из этого следует? Из этого следует то, что теоретически и товарищ Молотов, и товарищ Сеченов должны быть одинаково заинтересованы в том, чтобы весь этот кошмар прекратился как можно раньше. Так, я не хочу, не понимаю. Ну да, и что? А то, что вместо этого мы видим самую обычную борьбу за власть. Академик Сеченов, вместо того, чтобы обратиться к правительству и ввести войска на территорию предприятия 3826, которые уничтожат агрессивных роботов или задержат Петрова, либо предпринимательные эффективные действия, делает все для того, чтобы скрыть трагедию от всех, включая правительство. Ключ был на полу? В смысле, какой ключ? Это ключ? Или что ключ-то? Какой ключ? Вы чё, блядь? Интересненько. Ключ был на полу? Там эти лазеры на стенке. С лазерами ключ на стенке. Там? Или где, ебать? Блядь. Пизда. Всё, пизда. Мы сломались. С лазерами ключ на стенке. Там, где... Где минут... Где минут сверху... Красные круги в белых кругах. Что? Где замок на платформе, неснимаемый. Что? Что? Вы... Где? Вы кто, нахуй? На стене, в ящик. На контейнере вверх. Ясно. Помнишь, раздавит, да? Ах, кстати, блядь. Вот это я понимаю задача. Нет, это ящик обычный. Блядь. 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 Так, ебать, вы что объясня... Ебать, как вы объясняете, ебаный стыд. Ебать, как вы объясняете. Вау, нахуй. Вау. 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 А чуть не охуел сейчас. Блядь. Я просто нахуел сейчас объяснение, блядь. Окей. Работаем, блядь. Сохранение банных. Блядь. Так, тут опасно. Надо сначала поглядеть. Окей. Ай, этот я не поглядел, блядь. Есть шанс обосраться сейчас. Так. Еще разок. Интересно. Нельзя вводить сюда войска. Слишком много народа. Кто-нибудь может слить информацию врагам, и все пропало. Но ведь можно ввести на территорию предприятия абсолютно надежных людей. Например, спецназ. Или ответ-аргентум, подчиненный лично Сеченов. И прикрепить к ним настоящих боевых роботов, которые наведут тут порядок, очень быстро. Но это же в смысле ебучие пироги. Ни хрена не понимаю, почему тогда так все сложно? Потому что академик Сеченов не может ввести сюда войска и боевых роботов без разрешения и прямого содействия правительства СССР. Наоборот. Он делает все, чтобы никто в правительстве не узнал о случившемся. Как вы думаете, почему? Потому что недоброжелатели отберут у него коллектив. Сейчас, когда уже все изобретено, создано и построено, рулить коллективом может любой чинуша. Именно. Все уже сделано. Осталось лишь устранить сбой и нажать на кнопку. Гении, дворцы, инженеры и высококвалифицированные рабочие сделали свое дело. Дальше осталось только пользоваться плагальных трудов. То есть товарищ Молотов хочет посадить академика Сеченова по обвинению в том, что здесь произошло, и сам возглавить предприятие? Точнее, сам возглавить коллектив. Но разве коллектив можно возглавить? Там же все будут равны. Все будут равны, но некоторые будут ровнее. Угу. Угу. То есть это поменится. Нет, ну я в курсе, что у высшего партийного руководства в коллективе будет больше полномочий, чем у рядовых граждан. Но это нормально. Весь мир же не может принимать важные решения. Вот как? И почему же? Ну, во-первых, за их исполнение кто-то должен отвечать. А не так, что, мол, все отвечаем за все. Все — это значит никто. Когда спросить неского, никто шевелиться не станет. Должна же быть какая-то ответственность. И потом, если весь мир только и будет, что обсуждать важные решения, то никто ничего делать не станет. Все время на обсуждение уйдет. Вы так считаете? Давайте разберем ваши аргументы. Итак, весь мир будет бесконечно долго обсуждать важные решения. Это заблуждение. Сеть-коллектив — это, по сути, коллективный разум. Слившийся в единое человечество будет мгновенно и одновременно знать все, что пожелает изложить любой из его членов. И ответственность в едином коллективе будет определяться не фактором страха перед наказанием, а осознанием того, что это необходимо. Ну, до такой сознательности доросли еще не все. Даже у нас в СССР с этим не все идеально. Что уж тут про весь остальной мир говорить? Вы совершенно правы. Уровень сознательности населения планеты недостаточен для запуска коллектива. Высшее руководство СССР понимает это. Поэтому у партийных и государственных лидеров в коллективе будут особые полномория. Заморозкое тришество. Понятно. Чем превышающие возможности обычных людей. Ну и что в этом такого? Так всегда и было. Точно всегда было именно так. Или же все-таки всегда был один непререкаемый лидер, под дудку которого присел в полинбюро, совет министров и так далее. Ты хочешь сказать, что в коллективе тоже будет один лидер? Я хочу сказать, что вход в коллектив осуществляется при помощи мироконнекта. Устройство мыслей? Это общеизвестно. Для простых граждан существует устройство мыслей. Ну, для привилегированных руководителей созданы эксклюзивные коннекторы с лидерной маркировкой. Тот, кто обладает таким коннектором, будет иметь в сети высший приоритет. То есть даже лидеры будут равны между собой? Это хорошо. И вот из-за этой мелочи тут все захлинило? Сложно тут у них. Да можете подняться на поверхность прямо внести зеркалом. Да уж само собой. Я быстрее нирваны достигну, чем обратным путем вернусь. Вы уже проникли внутрь ФТНХ, товарищ майор? Платформа Кондор с правительственной комиссией уже введена. Интересную хуйню он рассказал, на самом деле. Они будут здесь уже скоро. Раз комиссия не приземлилась, значит, время еще есть. Не мешай работать. Мне так и доложить академику Сеченову, что его вопрос мешает вам работать. Ты лучше доложи, как ты драпал от роботов на железнодорожной платформе, вместо того, чтобы помочь. Я не солдат, товарищ майор. Я работаю головой, а не руками. Проходить через роботов – это ваша задача. Языком ты работаешь, а не головой. В данный момент ты тратишь мое время и замедляешь выполнение задания. Че? Я молчу. Вот и отлично. И что мне теперь смотреть на это недоразумение? На машину эту подлую, которая меня убила. Ничего, это не находит на меня. Ну ладно. Это ненадолго. Скоро все исчезнет. Да уже исчезает. Только легче не становится. Я даже не помню, как меня зовут, а эту рожу металлическую помню. Помню, как он мне с собаком кишки вспарывал. Нам сказали, что вскоре роботы нас заменят. Как персонал. Заменили мы. Бедных людей повырезали только роботы эти ваши. Эх, заставьте меня уже. Дайте забыться. Тут не мертвый разговаривают, а их нейроприборчик. Называется мысль. Игра-то интересная, друзья мои. Молодцы, ребята. Захуярили охуенную игру. Это очень-очень хорошо. Так. Нам пока туда не надо. Не надо. Очевидно, надо будет. Роботу ударить, думаешь? Ты что мне? Он же пизды мидаст. Продолжение следует... да где у тебя кнопка ой надо искать да это надо искать да просто так не открыть майор оружие или способности так мне нужно попасть на выставку как открыть двери замок открыл это моим мульти ключом ошибка мульти ключ не найден у всех моделей телешковых указательные пальцы на руках могут превращаться в ключи это одна из базовых функций кажется свой мульти ключ это где-то потеряла мои предплечья оторваны негодяями ошибка требуемый манипулятивный узел отсутствует запуск курса пираме невозможно так где же она могла потерять свою руку предлагаю осмотреть ближайшее помещение краса а как выглядит особый нейроконнектор для соединения с коллективом ну те которые должно получить руководство страны коннектор и которая получит руководство страны выглядит как устройство мысли в золотом корпусе с алмазными пустанцами выдающиеся ученые из когорты академика сеченого уже получили другие другие то есть это будут разные устройства по своему функционалу согласно замыслу академика сеченого чиновники получат быстрые настоящие коннектор с особыми полномочиями достанутся только ученым шеф решил обмануть советское правительство да не может откуда ты знаешь товарищ майор откуда у вас новая нежепримерная причинка ты что ли мне выдал тебя дмитрий сергей вот именно погоди так он отдал мне свою карточку от успеха вашей операции зависит судьба дело все его жизнь он просил быть перчаткой поаккуратней хочу ключ там я вижу ключ нижней привиделось там был ключ пол и пропал блин ясно и здесь трубы опс секундочку достижение народного хозяйства ссср все-таки я люблю с а вот и рука что этот железный извращение с не делая это робот официант который обслуживает убитых им же людей пришибут в данный момент робот не висит можно получить руку без боя я эту дрянь живой не оставлю так 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 Таак. Без боя, он не агрессивен, сразу пошел меня пиздить, блядь. Без боя, он не агрессивен. 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 прикольно что это как прям вот реальный музей очень круто сделано прям вот так бы и было бы скорее всего вот именно если остались вас тут одни труб и как я должен доказать тебе что я человек чего какой еще тест без ее помощи мы будем искать способы активировать режим учений катастрофически чтобы человек пионер не чаев положить на эту стойку три предмета которые олицетворяют главные ценностью советского гражданина труд искусство и жизнь ебучие пироги да что ж мне так везет на всю эту хрень найдите голос родина найдите росток родина мне кажется что он где-то здесь или это слишком очевидно расток родина добрый день мы обосядить ваш высказываем смышленного сущного впечатления нет расстройства и желания желаем чтобы были надпись иных языков переводчиков скрыть где вода закрыться долго но очень красиво союз союз советский очень страна привлекать мы хотим быть здесь снова я еще отзывы весь так росток родина что это может по идее это какое-то растение какое-то это плага исходя из долги и ничего не вижу ну это логично и цветы цветы блять ну ну а типа что поднимается эта хуйня ебаный стык о господи так насчет теста дарвина так пальцы только береги а тут пять секунд искать слушай включить это веселая а только конец и бля но если это значит простыми словами то я боюсь что там будет со сложным трек за играл блин аж башка заболел вот живее тут ничего не нашлось заткнись болван к тупору извините сбой эмоциональных алгоритмов все вернется после долгих наждей пальцы только береги а то опять мультиключеской пти конечная заготовка пти конечная заготовка и космонавт отличный выбор профессии у тебя что память с боем бля хватит и издеваешь но я и где мне взять вторую такую же идиотку до начала этого жуткого кошмара ее по всему комплексу что ли растащил именно богатый опыт мне что теперь искать ее части по всему в днх если вы установите в меня привод административного управления комплексом я смогу подсказать это лучше чем ползать вслепую у меня мало времени где брик прошу за мной бля там трек слушал то что происходит вокруг чудовищно роботы словно сошли с ума звук пиздец и б ты идешь да вы только взгляните на этот позор столь благородная роль помогать лесорубам и службам спасения а ты как ты используешь данные тебе нашими создателями орудия как примитивное животное как зверь чтобы кромсать и расчленять но этот стоит ой иди в пизду а сейчас про всех расскажет или что это за хуйня ты же понимаешь что он не сам это сделал верно Ну и бардак. И кто, позвольте спросить, будет все это убирать? Надо срочно вызвать спецтехнику. Они же это бедолой устроили. Я сегодня такая забывчивая. Эх, как вам людям хорошо. Взяли бритву, изврили эти отвратительные ужасные усы. А это что? Ты даже не машина. Дуровей. Ты лишь имитация машины. Желтая подобие. Инструмент. Хм, простите. Один такой в свое время пытался меня... Так, не будем об этом. Окей. Робот-лаборол представлен в различных моделях. Модели выигрышенные в черный цвет. Казались особенно кровожадными. Они убивают людей безобидным лазерным дальномером. Как такое стало возможным? Спешил сообщить, что специализация черных лаборантов определяется информационным пакетом, содержащимся в специальной капсуле со скалярно-кинетическим нейрогелем. Вы можете найти такую капсулу внутри черного лаборанта, если она не разобьется во время боя. Чего? Я вообще ни хрена нет. Ты же помощник Керешкова. Можешь сказать по-человечески? Ой, все. Никакого чувства такта. Вы наверняка... Давай пиздуй уже, пожалуйста. С этим ужасным чудовищем, подвергающим людей жутким пыткам с летальным исходом. Мои алгоритмы испытывают боль, посылая вас в ее кровавые лапы. Но, к сожалению, именно она при помощи данной капсулы может значительно модернизировать ваше вооружение. Понятно. Терешкова, ускоряйся. Времени все меньше. Уже в виду, дорогой товарищ. Только не... Ой, а кто хороший мальчик? Кто мой самый любимый, самый нелепый, самый пусатенький? Кто тот самый глупый? Кто не нападает на людей, потому что даже в боевом режиме он добрый и хороший, а? Уди, моя прелесть. Мы на месте, дорогой товарищ. Привод административного управления находится на этом стенде. Прошу вас выполнить подключение. И там... Да хуя всего еще. Какое подключение, блядь? А. Только прошу, майор, будьте вне жены, и мне тоже может быть больно. Ой. А что это еще укрыло? Это у меня боевые протезы трещат. Разлабься уже. Есть. Вроде все так. Подключение административных прав прошло успешно. Что дальше? Я открываю дверь в Атриум. Вам нужно пройти по этажам комплекса и найти милую Клару. Я буду с вами на связи. Как только вы попадете на этаж, я проведу сканирование в поисках частей дорогой подруги. Сама Клара лежит на нижнем этаже Атриума. Соберите ее воедино. Прошу вас. Сохранение данных. Так. Так, ладно. Сегодня, думаю, все. В принципе, я сохранился. На сегодня.